Их яркие и колоритные танцы уже видели гости и жители Гагр, Гудаута и Пицунды. А теперь коллектив театра танца Карачао-Черкесской Республики на сцене Сухумского ДК, в самом сердце Абхазии. Куда они привезли свои лучшие номера, среди которых два новых. Абхазский зритель увидит их впервые. У нас очень насыщенная программа. У нас есть два номера, которых мы готовились, никто еще их не видел. Очень переживаем, конечно. Думаю, зрителю понравятся номера. Чеченский и Кафа много поставили. Думаю, им всем понравятся эти номера. Чеченский вариант. Мы начали работать в первую очередь. Приехал к нам человек, поставили тот танец. Он очень сложный. А вообще вся концертная программа коллектива из Карачао-Черкесской Республики наполнена выразительной и самобытной хореографией. Языком танца они словно рассказывают зрителям об истории, традициях, культуре и обычаях народов, проживающих не только на территории Карачао-Черкесии, но и всего Северного Кавказа. За каждым номером тяжелые репетиции, постановочная работа, колоссальные нагрузки. Но эти ребята сами сделали свой выбор. Они не могут жить без танца. Азамат Ионов готов выступать и в жару, и в холод, и на больших уличных сценах и крошечных сельских ДК. Все ради зрителя. Когда близко к авансцене подходим, иногда бывает, что мы можем разглядеть эти эмоции. Вот, скажем так, немного восхищения, что ли, вот когда сидит человек так. Несмотря на то, что человек может быть 50, может быть 70, и у него глаза, как у ребенка, вот он ждет чудо. В Абхазии наши танцоры выступают уже во второй раз и всегда с большим волнением, потому что тут, говорят они, строгий зритель, который разбирается во всем, и в хореографии, и в вокале. Но, судя по бурным овациям, коллективу удалось произвести впечатление на каждого в этом зале. Ветераны хореографии Республики Абхазия, очень сильные критики они. Вот, они подходили и благодарили за концерт, за такую программу, благодарили вокалистов, девочек и Шамиля Мижева. Вот, это дорогого стоит. То есть, я скажу, что вообще та задумка, которая у нас была, представить культуру Карачаева-Черкесии здесь, в Абхазии, я могу сказать, что мы его исполнили на 100%, потому что отзывы очень хорошие. Отметим, что гастроли театра танца проходили в рамках празднования 100-летия Карачаева-Черкесии, поэтому зрители не только благодарили коллектив за номера, но и поздравляли Братскую Республику с вековым юбилеем. Я пожелаю этому братскому народу здоровья, счастья, я вам говорю, просветания. Мы всегда, всегда в Абхазии, когда в Карачае, в Черкесии, что происходит, мы с одушевлением радуемся, клянулись, вот вам честно говорю, каждый, каждый, это наш братский народ, я вам уже несколько раз говорил, значит, это мы как родные, слушайте, вот когда я туда приезжаю, как в свой дом я приезжаю, я часто бываю там, в этих аулах, везде, я не знаю, как нас принимают, как встречают. Мы всегда ездили, мы были братьями, остаемся и в трудную, и в хорошую, и в концерте, и за столе, во всех отношениях. Обнимаю, целую всех наших братьев с Карачаева-Черкесии. А так я от души поздравляю с столетиями, дай Бог, чтобы мы долго-долго-долго лет, чтобы мы друг друга поздравляли и ездили. Добро пожаловать в Абхазию, а мы с удовольствием к вам приезжаем. Как надеется коллектив театра танца, это не последний их кастроли по Абхазии, но о бурный прием этого сезона они будут помнить еще долго. Талина Зарва, Айвар Барануков, Архиз 24.